Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами ВП Шаду и мы наблюдаем за фасткапом 17267, а это у нас открытые квалификации, где участвуют команды Мирана Стайл за Рейдент и Ход Пэтис за Дайер. В бану у нас отправляются Лондруид, Эмберспирит, Андерлорд и Вивер, а в пиках Огрмак, Рубик да Ход Пэтис и Лунный Шадух Демон для Мираны. Интересные комбинации, Рубик тут скорее всего пикнут для того, чтобы воровать сушу Дух Демона Дизерапшн и из клонов иллюзий делать клонов иллюзий и пытаться хоть как-то совладать с этой комбинацией. Однако одного Рубика будет маловато, я думаю, что стоит приобрести себе еще какого-то персонажа, который будет вауе дамажить, ну и желательно, чтобы в какой-то перспективе он мог и в принципе один на один с Луной посостязаться. Кто это может быть? В принципе хороший рейнджевой юнит какой-нибудь, может снайпер, может... Кстати говоря, может даже Свена взять. Хотя им будет достаточно сложно под Шадоу Демона ультой бегать. Какого-нибудь Тролля вспомнить, вообще великолепно было бы. Ну, вариантов на самом деле масса, вопрос только в исполнении. Практически любой персонаж может с Луной совладать. Или попробовать даже контрпушить, не знаю, через Люкана какого-нибудь. Было бы вообще забавно. Лишь Рака отправляют в Бан вместе с Дарксиром. Решили по максимуму избавиться от клонов, видимо. Одного Дизерапшна ворованного от Рубика. Считают, что достаточно. Ну, в принципе, просто обезопасен. Если действительно из Луны сделать Аганем на ульту Дарксиром, то эта иллюзия может просто поломать всех. Интересная вообще мысль. Однако, все же, кто будет с Луной сражаться? Можно взять Слардара, допустим, для того, чтобы дебафать ее. И любого филушника. Просто, чтобы блюта выносить дэмэдж. Тоже тамп ларочку, допустим. Она очень быстро снова болится, получит дезолятор. И будет просто выносить вперед ногами. Однако, Слардара себе забирают Мирана Стайл. И вот теперь уже проблема. Мирана, ну, в принципе, как магический прокаст неплохо. Однако, Клона... Еще и Шаду Финт. Ууу, Мирана Стайл круто пошли. Сейчас еще одного саппорта какого-нибудь активного. И можно считать, что пик задался неплохо. А Ход Петис сейчас нужно отвечать каким-то образом. Честно, я даже не знаю чем. Можно взять, допустим, Тайда. Да, для того, чтобы уменьшать дэмэдж, входящий от луны. И вопрос тогда, что делать со Сэфором и Слардаром. Кентавр какой-то вряд ли тут сильно поможет. Да, Мирана Стайл неплохо пикнули. Сейчас говорят, даже не знаю, чтобы им противопоставить. Ну, Кентавр пока что. В принципе. Пиктор сам по себе хороший, но... Как с луной и с Сэфом быть? Пока вопрос. Класть все на плечи в мейнкэре. Получается, что так. Ну и кто тут в соло против луны и Шадоу Финда сможет отражаться? Хотя есть еще пунктик, что Ограр с Мираной смогут у Сэфа загонять. И в таком случае Сэф сможет стать бесполезным каким-нибудь. И своим мидерам ход-пэти смогут попробовать перевернуть все. Не знаю, что это может быть. Какой-нибудь Драгонайт, возможно, который будет формить очень быстро. Тогда и дэмэдж от луны будет неглирован. А, какой ДК? Мы же про мейнкэрри говорим. ДК как мейнкэрри? Посредственный вариант. А им еще и пушить чем-то надо. Сейчас они могут только подраться. И то, если могут. Вопрос пуша остается открытым. Джаггер какой-то вряд ли тут особо поможет против огромного количества. Иллюзий. Да, забанили у нас легионку, лайфстилера, ОД и Воида. В принципе, половина персонажей плотная, а ОД просто быстро разбирается с клонами. Вполне себе. Секунду, а чего они сами его не взяли тогда. Почему они заб... А, это на второй стадии все равно было. Ну да. Какая разница все. Хотя ОД сюда все равно не заезжал. Ни одного из пиков. Ладненько. Пока что... Непонятно. Мне кажется, что надо идти просто в какой-то... какого-то он нестандартного персонажа. Я даже не знаю, кем. Против усопа или нет. Снайпер выберут. Ну, не знаю. Мейнкерри снайпер. Против луны Слордара и Шаду Финда. Только если они захватят инициативу, возьмут игру под свой контроль и будут просто доминировать жестко и нещадно. По-другому я себе просто не представляю, как этот снайпер будет терпеть врывы от Слордара с даггера, как он будет отпушивать огромное количество иллюзий от луны, и как он будет с ССФом, даже если один на один как-то по хп размениваться. Сложная ситуация будет. Но будем надеяться, у Ход Пэтис есть какой-то план, они будут его придерживаться, естественно. И будет что-то что-то интересное, может вообще сенсационное. Может они 3 на 3 пойдут. Тогда Рубик будет страдать. Будет очень страдать. Если идти 3 на 3, то кто должен отправляться в Лейнинге? Может быть, есть смысл Мирану поставить на топ снайпера в мид, Кент, Рубик и Огар в Триплу. Вот это, кстати, интересный выход будет. Распирит приобретает Мирана Стайл. Если они Триплой пойдут, они действительно могут, скажем, перевернуть настроение команды Мирана Стайл. Потому что Луна там постоять особо не сможет. Хороший магический прокаст, куча станов. Там любой отъедет. Шаду, Демон, Распирит, просто по спеллу сбросятся и все. При этом снайпер в миде неплохо стоит против СФ, а Мирана 1 на 1 со Слордаром, я думаю, без проблем тоже можно постоять. Ну что же, потиху мы заходим в игру и будем представлять коллективы, пока они не разбежались по карте. Мирана Стайл. Хит 437 играет на Шаду Финде, Траст Мем Кэрри на Луне, Лаки на Шаду Демоне, Браво Даун на Слордаре и Серджио Артагуэро на Эр Спирит. Команда Мирана Стайл. Их оппонент Ход Патис представляет у нас All or Nothing на Снайпере, Амэйзин на Рубике, Джон Уик на Огармаге, просто набор букв на Миране, ну и Russian Community It's Beautiful на Кентавр Бориоре. Команда Ход Патис. Ну что же, тихо и сапы у нас ставится пауза, непонятно только почему. Ну, какая разница, в закупках у нас ничего удивительного, Эр Спирит будет с Рубофеномом пытаться кого-то гонять, Кентавр потерпит, ну и Снайпер у нас оказывается на топе Мирана в Мид отправится. То есть, лейны будут крайне стандартные. Окей. Окей. Интересно, будет ли тут попытка забрать Руму. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, вроде как идут толпой, будут отгонять Мирану с руны, но мы кентавр сейчас просто пойдет и заберет их Руму. Все будет до безобразия просто. 6, 5, 4, 3, 2, кентавр решил развернуть. Не рискует. Ну ладно. Хотя, на мой взгляд, он мог спокойно зайти и забрать Руму и уйти. Ну, это лишь мой взгляд, ну, кто его знает. Не решил? Не решил. Так. Слардар, какого тебе будет стоять против снайпера и Огра? Ну, его сгонят на первых минутах, а потом посмотрим. Расперед сразу закатывается на Мирану, Мирана тут пострадает, кучу КП потеряет, и по сути Огра должен был заниматься абсолютно тем же самым. Это даже забавно, что ситуация с точностью до наоборот от того, как должно было происходить. Со снайпером тут может стоять Рубик, не париться, кентавр тут, я думаю, и так потерпеть должен, просто получить чуть-чуть опыта. А вот то, что Рубик на Харде делает, что-то непонятное, это, на мой взгляд, проблема. если сюда прилетит Расперед, он будет иметь второй уровень, Рубик оттуда не уйдет. Кентавр ему ничем не поможет, кентавр ему должно хватить на убиение. этого Дверганечка. Догр даже не смог согнать Слордар на первых парах, он уже второй уровень получил. Это не есть хорошего, Слордар будет, значит, подфармливать потиху. Шадух-демон тут кентавра тоже не особо может погонять, даже несмотря на бафлуны. Ну, что поделаешь. Рубик вышел, говорит. Рубик сербофеномом, что? Серьезно? Я, дот-эффект, это, конечно, приятно, но... Ррр. На Рубике можно было купить Винблейз и бегать побыстрее. Купить статы и бить посильнее. Не знаю, взять, в конце концов, пак вардов, дать Огру купить этот орбопеном и пусть он гоняет оппонента. Я немножко не понимаю, чего это, видимо. Ладненько, у нас идет третья минута, Ферстблада все еще нету и это прискорбно. Я хочу экшена, как обычно и экшена я не получаю. Ладно, значит, будем страдать и наблюдать за тем, как все фармят и пытаются друг друга погонять не очень результативно. Слордар в очередной раз получает Ignite себе в голову. И все на этом. Отъедается там гусы. Так, в ниде рубик опять пришел. Ну что, рубик сможет сделать SF, тем более, что день, в конце концов, вижу, накучу, рубик просто не подойдет. Ему луну сейчас принять очень даже можно. И рубен сюда топает. Отбивается фласочкой, кентавр и нет, он не собьет. Итогу луна будет жить. Ну, сбивается фласочка, рубик потерял инвиз и фактора неожиданности по итогу теперь не будет. Да. Ну, и судя по тому, как у нас развивается игра, SF должен будет себя тут прекрасно чувствовать. Ему никто не мешает фармить топ-1 крипстат на карте, хотя именно его, по идее его горы должен был зашугать до нервного тика. Ну, нельзя, нельзя просто давать SF фармить. Это как и Templar, если он начинает фармить, то все, его потом не остановишь. Он просто будет уносить дамаж, просто убивать всех. Тем более, что снайпер это легкий фраг для моего взгляда даже слишком просто будет с ним рецеператься. Если Shadow Blade появится, да даже если даггер будет. Единственное, что спасет снайпер, это А вот их First Blood наконец-то на Миране. Ну, в принципе, честно, не сильно удивительно. то, как позиционируют себя все персонажи. Сложно было себе представить, как Мирана и Рубик будут забирать сэфер. Аутор спирит прилетающий периодически и пара кайлов отшеду Финда. Это вполне себе реальная картина, которая очень даже могла произойти. М-да. Пол отшеду демона. Третий уровень. Тихой сапой набирают свои уровни и будут наверное в недалекой перспективе пушить. Слордар у нас уже имеет пятый уровень, тысяча на руках. Если он будет, скажем так, экономить и при этом скажем, не подставляться, то можно и даггер быстрее вынести. Пока что ему сложно помешать. Если бы пришел и Рубик и Огр, вот как сейчас они тут собрались, Рубик палит всю контору, а Огр почему не вышел в этот же момент, когда Рубик поднялся? Что это за мискоммуникационер? Ладно, бывает, ну, кентавры тут пытались подцепить, но без стана, да и без какого-то дэмэджа просто руками забрать его будет сложно, но зато согнались линии и теперь луна будет так более спокойно себя чувствовать, да и кентавр не получит экспы, он вообще ушел за руну, луна, бывает, что поделаешь, шадуфинк 2000 на руках, что будет, даггер первым слотом, нет, птшка, стики и луна, 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 а чему-то раньше себя не принес, ну, ладно, рубик, эмирана, опять пытаются вытянуть, эмирана, эру, мимо, сейчас липа, нету, эмирана, можно закатываться туда, есть койл, а покатиться, нет, ладно, эмирана, подсейвили, если бы, у спирита не было закатиться, ясно, видимо, сюда сам залетел, если бы сейчас мирана тут из-за того, что потратила липа умерла, это был бы совсем провал, кентавр тут что-то за луной бегает, нашел, шадуфин, э, шаду демона, ну, окей, бывает, такая лютая встреча, вот слордар уже полторы тысячи на руках, это хардлайн против огармага, огармаг один может гонять практически любого персонажа, ему, наверное, будет неприятно гонять только вайпера какого-нибудь, который коррозив скин качнет, с остальными, по-моему, проблем быть не должно, а тут слордар седьмой уровень на восьмой минуте, хардлайн полторы тысячи на руках, до даггера всего три-четыре минуты, после этого игра просто покатится в тартарары. Ладно, луна у нас, как у тебя делишки, судя по всему, выходят в доминаторы. Ну, хедреско, да, доминатор. Окей, может постакает, может просто какого-нибудь крипа будет с собой таскать, типа волка. Баба кушать будет. Ну, будем видеть. СФ. Ладно, давайте посмотрим, что у нас по нетворсам. Вот, посмотрите, это СФ, который стоял в мидии, которого не гоняли. Четыре тысячи. Ближайший оппонент, вообще ближайший нетворс, две девятьсот. На девятой минуте обгонять на тысячу всех. Но это хороший результат, это великолепный результат для СФ и в мидии. Ну, и будет выходить в Dragonlance сейчас. Тоже, вполне себе, классический выбор артефакта. Статы рейндж-атаки, дополнительный персонаж в сплит-пуши вместо с луной. Кентавр имеет тысячу на руках. То есть, вот сравните, кентавр, который стоял против шаду демона, это вообще по идее не противник для кентавра, и Слордар, который стоял против снайпера и Огрмага. Почти две тысячи у Слордара. Но это большая разница. Через пару минут Слордар уже ворвется с ССФом, убьет какую-нибудь Мирану, потом они пойдут вместе кушать. Кстати, луна ульту не качала. Интересно. Почему? Потому что спамят мунбимами. видимо считает, что драга в ближайшее время не будет. Я думаю, что она права, но честно, я бы все-таки взял на разок ультимейт, просто чтобы был. спирит, нашел в очередной Роскентавра, но не покатилась. Да ладно. Будут под Тавр лезть? Хотя, если земелька вкатится на него... Нет, сюда прилетает Угар, отсюда стоит ретироваться. Просто на всех случаев. не терять инициативу. стянули сюда оппонента, то пользоваться этим. И можно попробовать снайпера, допустим, на топе забрать. Слордар уже имеет даггер. Все. Есть даггер, есть даже по-моему на топ... Ну, будет на топашку в том моменту, как он добежит до базы. Это будет врыв куда-то и реализация этого артефакта. Кентавру до этой же отметки еще надо минуты три формы. Так, Слордар куда ты будешь тпшить? Еще по-хорошему стоит или в бед или вниз. Нет, он у нас снайпера полетит, закатывается эрспирит, станут умира, не нужно кайлами попадать, один есть, кентар залетился просто, чтобы умира на отсюда ушла. Получает пилот на сэф и сэф разультился зачем? Дамеджер слишком мало. Ну, окей, если он сейчас не сделает пару ударов. По итогу Слордар спалил свой даггер, ворвался на снайпера в фраг не сделал. Можно попробовать сейчас еще раз влететь. Шрайн проюзает и сюда подходит что-то финг эрспирит. А, Шрайна нету. Еще одна секунда и ждут, пока Слордар подформи. Окей. Денай. Окей. Все неплохо. Все. делегация выдвинулась на поиски. Луна тоже прилетает сюда. Судя по всему будут пушить топ. Да, минус топ. Можно уже прощаться. Насап Дреголанса пока... Кстати, а по золоту Дреголанс уже есть. Ага. Неужели он будет все-таки в этот великолепный артефакт выходить? Ну, Вартут спалил Свардаром. Сюда никто не придет. Вообще не так. Хочется посмотрим, что сыграть в комментариях. 6 тысяч практически преимущество по золоту за командой Мирана Стайл. Шикарно. Шикарное начало. Ну, по экспету 3000 всего, но тоже преимущество. Флордар прыгает, станет двоих, Рубена нужно сразу же забирать и до свидания. Рубен станчик пролетает мимо Орак Огра Угра отсюда уходит. Хорош, станут кентавра приговорили Эрспирита. На шрапнеле горит Шадоу Демон Шадоу Демон до свидания. Пули хотя нет, не забирают его. Да ладно? Нет, забирают его все-таки до Блэджи, но мелочи. Подфидзеля у нас по итогу Мирана Стайл. Перенаглели. Просто перенаглели. Шадоу Блэй появляется у эсэфа. Если он сейчас на ульту посадит снайпер, это будет вообще руколицо. Коц, он, конечно же, не в курсе, что у эсэфа. Нет, даже без... Еще один надо было сделать и забирает все-таки снайпером. Слишком много у него сейчас снайперу это не пережить. Что ему нужно? А, он даже с Угр Клабом? То есть получается, что у него сейчас в принципе не что не спасет от эсэфа. Готовится ультимет раскастывать. Или руками заберет Рубика. Слардар. Врыв. Стан по двоим. Будут забирать Рубика и Рубик до свидания. А почему Слардар тогда Крузивхейс повесил на Мирану? Просто приличие ради? Ну, это, честно говоря, ничего не изменило. Снайпер Драгон Лэнс уже имеется, ПТН на Интеллект. Странно. Вообще, по-хорошему ему нужен ПТН на Силу. Просто, чтобы быть плотнее. СФ уже может подойти неожиданно, Слардар может вылететь тоже неожиданно. И Арш Спирит, который закатывается с Ренжитом почти в тысячу. Вообще, шикарно. Ситуация для Снайпера вообще настолько плохая, насколько это возможно, по-моему. Хуже было, хотя нет. Или да. Квапа была бы, наверное, хуже. Во. Квапа в мид, Слардар с Даггером и... Не знаю, кто там у нас в Кэре может... А, Урса. Во. Квапа Даггера себя вынесет. Вот тут это была бы ситуация похуже. Но даже тут это просто жесть какая-то. Как ему тут спасаться? И почему именно Снайпер был пикнут? Не понимаю. Вот убейте, я не понимаю. Нашли в Вардевиче. Мелочи. Распирит себе что покупает. Не даст. Интересное решение. Так, чтобы артефактом появилось. ССФ докупил себе Драгонлайнс. Драгонлайнс появляется у Луны. Шадук, демон, он себе все затаривает. Рейнгруппы. Что еще интересно? У Рубика все еще не отракантаток. Вот это проблема. Хотя нет, проблема в том, что он не выживает нигде. Распирит забрали. А чем так далеко пошел? Зачем? Ошибается. Подфидел немножко, хотя как немножко шестьсот золотых это приличная с ума. Но вся его команда идет кушить топ. С волком кстати. Да ладно. Серьезно, они собираются угметовый? Слардар подошел и нет, оппонент не подставится. Смоук. А вот это интересно. планируют тут кого-то подловить. Поражали Смоук и Мирана ультанула. Врыв на Сефа. Сефа очень больно. Сефа добьют ли Сефа спасает Шадоу Демона. По итогу он уйдет сейчас в Шадоу Блэйд и будет жить. Ну и ульта Кентавра нет, не живет. Он умер от Игнайт. А Луна добирает Рубика и на этом все. Ну ладно. Но зато они сейчас отпушат смогут. Кентавр просадил ульту. Мирана без ульты. Ну снайпер правда Шрапнелли откинется сейчас и будет настреливать. 800 золотых кстати заработали тут. Неплохо. Абиф Сефчик это. Врыв на обермага. Добьют Ли. Нужен хотя бы Монбим от Луны. Даже без него забирают. Мирана попадает стрелой. По Респири то Респири должны приговорить. Но да, приговаривают. Ассиси Нейшн предстоит от снайпера. И Шадоу Демон тут тоже выживает. Размерялись саппортами но по-моему Респирит будет подороже. Да, так и есть. Разница не велика но все таким из мелочей до 3 складывается. Ну подфиживать честно говоря так не стоит. Преимущество уже медленно но верно Мирану ставил начали отдавать. Нету тревожно звоночек честно говоря. Надо как-то более добрано что ли атаковать. Фокусироваться наверное на снайпере каком-нибудь а не на Миране которая лип дала и все никто до нее дотянуться не может. Ну что очередную тусовка в 5 человек и самока нету я понял они просто собрались поражать шрайн даже не поражали шрайн по-моему да ульта и эсэфа подцепили на стан ездасты в слордар влетел неплохо троих подстанил и эсэф не успевает разлетиться легчайший фраг ну и сейчас еще шеду демона кстати заберут зря он сюда поставил хотя подошла луна получает кучу способностей шеду демон отъехал луна тут одна против всех и луна подфиживает по-моему через эру забирают волка прикрыла себя луна но спасет ли ее это прожимает шрайн нужно разультиться ульта 5 секунд она забирает рубена и живет какое-то время нет эр спирит по-моему заберет от всех огур должен догореть нет не догорает снайпер догорит точно снайпер догорел луну надо пробовать как-то добить как не знаю слордар здесь приходит хороший стан по-двоим как же вовремя прилетает он по кентавру добивает мирану огра нужно подрезать по-моему да слордар в него и переключается стан по-двоим отлично великолепно еще и станчик от эр спирита кентавра можно попробовать добрать не туда немножко рулен болдар и кентавр по-моему забирает слордар а нет слордар забирает кентавра еще и рубан опять подъехал он же уже умирал это тим вайп и рубан по моему может два раза ты хотя что да теперь уже оппонент подхиживает хопа что-то как-то под расслабились по моему нельзя так поступать конечно чейс или полуни луна там прожала шараем все дела уже тогда можно было попробовать отойти хотя мелочи покажут они в принципе заработали много золота и смогут его использовать то то что снайпер опять умирает это большая проблема с ландар отъедет не до отъезжает добивает в рубик но луну отпустили так у нас хорошего в сф от 10000 натворца 8600 улун 7000 чу снайпера пока что за команды месте сохраняется преимущество по натворцам по крайней мере у кор персонажей идут впереди ну и закупают очень нужный слот ясов будет выходить в блокенбар луна аналогично неплохое решение хотя уже как-то привычнее наверное видеть луну все-таки уходящего паспорт и бабочку там мой скади тело мир она кстати дорога ним остается все 800 золотых и это великолепная новость для команды хопа ру попадут и попадают что другим наши демона нужно приговаривать до свидания луна тут забирают ирану распирит вроде бы неплохо разуетелся до свидания рубик еще один камешек учат бэмаджа и доберу пиогра еще надо по удару сделать его грумира этот раз перед нас лордар врывается по снайперу тайминговый камень от спирита кинтавр добирает 1 спирита ну хоть какой-то размен но 4 в 2 меня всего лишь на двух саппортов всех кроме хардлайнера ну и мид будет падать луна его снесет очень быстро как только таврочек упадет да и сэп в этом помогает не слабо 230 урона минус мид ну и сейчас они заработали огромное количество золота графики сейчас должны будут подняться еще сильнее в сторону команды месте и что им стоит сейчас сделать в принципе забрать т2 последний убрать шрайны забрать рошек и не заканчивать отвечать оппоненту нечем по моему да пару раз их подловили на ошибках когда они перенаглели все дела но тут по пику достаточно сложно выиграть просто по пику мир она конечно вы если вы видеть себя гоним станет чуть проще но хватит ли дамы же и там бы к боже на подходе у мира на по моему готов рано луна вот он летит а его сэфу по моему готов лет не сэфа а это все еще мирану слов ладно у мира на почему я говорю импера на луна улона бкб есть сэф пока что только в планах бкб шкаун опнул шаду блэйд дать имбирейджа не совсем понимаю против кого ну да ладно опнула опнул статы откаты убирать пассивку кентавра возможно это мелочи знаю сильверейдж тут не такой же крутой артефакт и падает первый шрайм сейчас пойдут на топ и наверное тоже рожьи попадут как я и думаю о чем вам еще заниматься лордар улетает на топ от кушат и у него будет в принципе уже стираться будет куча попробуйте пробей этот коллектив руками теперь ты какая разница там вообще мирана бьет магии снайпер тоже больше честно мы же высекает пока что через молнии шарапнели ассасинейт а у него даже молнии нету беда туда кираса конечно несколько поднадоест смотрю как поднадоест просто и он не сможет пробивать он так не пробивала теперь тот чешанцев не оставит а вот и молния появилась наконец-то вот 25 минут молния дриган ланса квилопада не знаю как не планирует выигрывать рошан конечно упал крайне быстро оно и понятно коррозив хэйс кираса аура сфа там это все приправлено тем что луна раздает дэмэдж и у самого сфа просто его не огромное количество шансов успеть на этого рошана не как-то подрат что по уровням у нас 15 левел имеют только персонажи нести это сф который взял себе хп атак спит полу но у которой хп и дмс лордар что у тебя так спит им она мана прикольно окей и эр спирит что-то себя взял гпм и пинту тихой сапой страдает тавурочек снизу три четверти которого же потрачено делается клон луны луну должны добиваться в луну разряжается ассасинает и ее выкидят ли до выхили урной и сейчас еще пару зарядов потратить сюда 1 перед подцепили луну луну мирану почему взятом наперед называю не суть сайленс ульта от шаду демона и мирана отправляется в таверну сейчас нахилят немножко луну и она будет выходить на хайграунд а нет тут пока что делают клонов с шаду финда станчик по кентавру кентавр вряд ли туда берут хотя луна раздаврил с кентавром ульте улетает сф ульту никуда потратил почему нет на него не понимаю снайпер меняет ульту просто широк нами забирает ну но без аегиса но с бкб с ладар врывается в агро углубой но еще один удар от сф и нет он делает вместо этого кашпайла и отъезжает лордар гем забирает р-спирит но бот упал еще и рубик тут может отъехать нет не туда все-таки отъезжает врывается р-спирит добивает и все еще и уйдут отсюда arrow и мимо мирана стану от кентавра по троим вроде бы неплохо мира набрывается великолепно starfall по двоим луна разу руна луна прожимает бкб пытается с руки наяривать но ее заберут гем под суть и должен будет потрачен да его кто-то уже унес а у демона машину демон тут подходит просто тим вайп в исполнении от команды хопа однако у них уже двух лайнов нету до потери у барака в плане золото из лихвой окупает 5000 приобретают себе в карман однако двух лайнов нету и непонятно когда-то 3 непонятно да незавидная ситуация снайпер что-то себе взял хп-шку нет атак спит и шарап нель дпс серьезно 20 шарап нель дпс против сф у которого 2000 хп против луну который 2000 хп вардар 2000 рс перед 1700 не знаю по моему один удар дополнительно это сафа куда профит не но это лично мое мнение с другой стороны им конечно отпушивать надо снайпер будет подставляться с вардар влетит и там просто пиши пропало может из этой логики просто откидываться шарап нелью и терпеть ладно у снайпера посмотрели мир она берет себе атак спида гилити кентавр magic resistance врывается лордар просто руками пытаются посмотрите он просто сейчас убьет снайпера два башика вот не хватило еще одного баша и будет ли там 2 1 нет он улетает отсюда знаю что поддерживает оппонент на ульте кентавра он практически убил в соло мейнкере оппонента хард лейнера что это такое это доминация это не очень грамотно построенный пик на мой взгляд ну что поделаешь теперь уже станут по двоим от слордара врыв рубен да ладно пытался по двоим раз перед дать камешек поэтому не дал ни по кому ну да просто разлетелось все пытается забрать ограни не получается рубик подставляется еще бы один кастом отъехал но практически отъехал ассасина это в нее полетит и не спасет никто фраг для снайпера пытается сражаться нужно отойти нужно просто отойти снесли т3 добивают у нас лордара ссс сражается с луной луна с миранами рано пытается тут просто жить и нужно страху дать шаду демон ехал мирана тут еще и пережить умудрилась минус 4 по итогу едят месте ой как сидят снайпер уже вырвался на второе место по натворцу еще четыре тысячи в копилку команды хопа air spirit если он сейчас получит стану отсюда не уйдет стану до свидания а знаете какой прикол то что снайпер может сейчас вы формится и они могут не дать спушить этот лайк это будет рука лицо серьезно если просто не смогут вместе дожать по-хорошему у них все карты на руках были сейчас рубика там не добили пол блин там просто глупая ситуация получилась на самом деле зачем они слились ошибка в позиционке ошибка в выборе того кого бить куда тратить способности мира на играет без даггера выходит в статы и будет приобретать себе диффуза лблэй зачем цеплять с лордара сомнительная какая-то цель посмотрим пока что все еще не слишком плохо еще есть шансы рано говорит про ггвп но не сказать чтоб шансы уж очень велики у хопа луна выходит в бабочку ну оправдана конечно но они дают время пока что снайперу оформиться у него с dragon lens у него есть херекин пайк 8 милнир и до бкб остается 1000 нехорошо совсем нехорошо единственное что плохо что нету дозавля ни у кого а еще забавный факт это снайпер сможет мега крипов дать кентавр кого возьмет себе линию снайпер одну линию на рано со своими стартовыми войнами врыв на угрозу должен отъезжать потрачен мун лайт шаду вот и ульта кентавра вот это отличный отлично развели как развели они пытались и ведь агро но это было бесполезно поэтому сейчас я не знаю как дефать любое нарушение позиционки они снили драку кентавр подстанем неплохо врыв на снайпер снайперу очень больно хотя переключение на рубика и луна просто луна просто мега крипов луна почему перестала пушить нужно просто забирать бараки просто забрать бараки если даже уже отведите будет не то чтобы все равно но кого-то его мега крипы при этом выжили все отошли но за исключением сладар которая на себя внимание кучу привел но и сейчас будет дэв мега крипов но сомнительная радость и наблюдание такого процесса тем более что выйти как-то с базы будет сложно это нужно написать тим вайп после этого пойти пушить при этом как-то мгновенно убивать крипов не выйдет для оставить кого-то кто будет два лайна держать номерами нужно молния она уже взяла себе два года флагрити зачем я не понимаю я просто не понимаю ну что какой минут до какой минуты будут держаться у нас а по счету демон уже имеет аганин великолепно что у нас еще по артефактам появилась и луна докупила манту но она в драке уже было шоу демон аганин гео лауэр спирита из лордар дкб себе тарит рубик форста фарканы огур форста фарканы глимер кейб диффузол блэйд появляется наконец нами ранее ну и кентавр с пайпом что по уровню снайпер 21 себе взял что 25 процентов откат вариант еще был 8 ну вот и чего ради брать откат ради шарапнели которая не поможет отпушивать их давайте не особо ради ассоцией на это который заряжается до долго проще три удара сделать внести тот же дамы как-то крайне странный выбор таланта 8 армора это коррозив хэйс частично нивелировать увеличить свою плотность не умирать хоть с четырех ударов ладно может есть в этом какой-то смысл который я не вижу бкб откатывать мил мир откатывать сомневаюсь что ради этого хотя кто его знает так у нас поддавливают вместе планируют заходить на хайграунд и прожимается мула чаду кентавра врывается станет луну луну нужно попробовать добить номера на плохо врывается старпо по итогу по крипам забирают огра рано страдает сэф это не сэф это рубик разультился но дамы же не так уж и много это как-то котел о сэф тоже отъезжает ладно луна без а егеса теперь будет снайпер забирает всех и вся и кстати он луну тут убьет по моему разультилась луна и нет луна все-таки забирает снайпер отъезжает правда от кентавра 4 в 4 кентавр единственных пожилой если его сейчас р-спирит добьет то это просто крипы заберут базу а крипы и так заберут базу снайпер вынужден байбэч это забирают у нас р-спирита ассоцинает у него полетит нужно его ла юла прожил выживает окей и просто уйти просто идти на чтобы бэка теперь не будет это хорошо однако умираны умиран луны его и нету уже правда резнулся до странная драка было но ничего честно говоря не изменила хотя по 4 все упали следующий заход будет тупо в трон у гормак что-то себе приобретаешь он планирует себя гоним рубика пока стоит сейчас умрет до свидания рубик что это было огород ехал но это даже смешно ну что когда будет у нас последний огромок вообще дисконект по ходу хопа уже на такой минус морали что часть коллектива просто вышла вторая часть просто конца они а пока просто реконекнулся ладно русой слова обратно видимо все еще есть у них надежда на победу но мне как-то слишком сложно вернее слишком идеалистически представляется план победы для хопа глифа что-то глиф то есть так что суете лица в трону не выйдет сэф заходит станут кентавров клонов луны в кентавра ультима этот шагу демона прожимается от кентавра луна тут что-то разручилось вроде бы и неприятно но никто не умер слордар врывается не бывает на рано город ехал нажимается глиф на то не гг в по ну что я могу сказать достаточно закономерный результат мне изначально не понравился пик снайпера позиционка команды хопа тоже оставляла не пристанка разнойновка куда персонажи прошли оставляла желать лучшего достаточно пассивный огур который не смог отогнать слордара от фарма не пошел сэфа погонять итогу и сэф нафармил слордар нафармил че луну никто не зажал просто закономерное развитие событий поздравляем мы команду мира наставил будем наблюдать за ними следующей игрой а пока что в следующей игре и пока что уходим на небольшой перерыв в ожидании следующей карты